привет из канады сегодня у нас воскресенье поехали с супругой думали там кое-что купить сладенького и по ходу действия чуть-чуть разговаривали но я не выдержал думаю запишу коротенький коротенький буквально ролик расскажу в общем из двух частей первая такая будет как информацию надо четко получать и обрабатывать а вторая расскажу за этот беккере куда мы ездили там тортик купить чуть-чуть короче ребятки буквально на пять минут едем едем значит с женой сейчас момент пошла замороженным а мы перед этим ездили в беккере недалеко от нашего дома тут русскоговорящая контора на янге минут 15 от нашего дома ехать классно я расскажу потом потом чуть-чуть чуть-чуть вот и мы когда с ней едем по ходу я говорю слышу шер ну мы же как обычно но мы столько лет живем давно вот кстати в канаде с девяносто девятого кто не знает и мы на пенсии вот из харькова хороший город любимый наш вот и я и говорю новые а политики там как обычно в украине и я говорю слышишь вот все плачут говорит такая жизнь тяжелая ай-яй-яй я говорю эти какие их называют идиоты идиоты вот я и говорю вот смотри говорю ну я считаю я много читаю вот вот конкретно в канаде значит много много увеличилось число людей которые говорят прямо конкретно вот сорок сорок три процента из тех которые не имеют жилья но не имеют 40 из них вот которые на аргенте живут из них ну грубо говоря половина говорят ой но больше никогда не купим так тяжело такая жизнь поганая вот и дальше вот самое интересное там большая статья я чуть-чуть просто мы разговаривали я чуть-чуть я смеюсь я говорю слышишь вот послушай значит большинство большинство как они пишут большинство значит в дома владений люди которые владеют жилье вот из этого количества людей которые говорят но все все пропало как жить я очень часто всякие там вспоминаю фильмы кто еще говорил но помните да как жить не помните откуда нет жене бы бальзаминова когда витцин там ходил как жить вот так что я хочу сказать как же и они дальше пишут вот эти идиоты значит число людей которые говорят ну как жить моргич подорожала процентная ставка жить невозможно и дальше вот теперь внимание самое классное в три раза по сравнению с прошлым годом ну понятно с 22 сейчас сентября у нас 23 вот по сравнению с 22 годом в три раза в три раза увеличилось число людей которые говорят все пропало как жить вот читает простой человек ну вот вы там простые люди вот эту хрень и говорит вот это вот это канада люди не знают как жить но вы поняли да мою мысль я не хочу это все понятно да как жить в три раза увеличилось число людей которые говорят все моргич платить не может и сиди же рядом жена со мной здесь мы едем за тортиками я ну как ты думаешь ну я у меня такая манера я подкалываю часто шучу смеюсь и она мне говорит так подъезжая светофор уже поворачивали там в бекере она говорит ну а че ну правильно я согласен я на светофоре стою подключил так а теперь слухай меня она поняла я даже что-то не так брякнула я люблю теперь я смеюсь я но теперь послушай самое интересное самое интересное я тебе сейчас скажу она набрала возгон я как всегда не в ту степь я ну ладно было 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 два процента но от этих которые там действительно но по разным причинам объективно все понимают два процента людей от общего количества имеющих жилье ну по моргичи так вот было два процента которые действительно там ну хандрили теперь эта цифра стала 6 процентов в 3 ну в три раза от общего количества ну понимаете да самолет взлетел и вы смотрите там внизу летите на самолете там внизу в донтауне коробки стоят такие коробки там немножко а вокруг вокруг все дома 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 вся канада дырэвня дырэвня и вот эта дырэвня хорошие дома с газом светом с туалетами классные дома вся инфраструктура там плазы все в класс дороги больницы ну все вот это все дырэвня и вот в этой вот этой вот это вот это вот 40 миллионов населения и вот было два процента вот из этой дырэвни которые говорили вы знаете ну очень тяжко платить будем что-то думать продавать в три раза увеличилась ай-яй-яй как жить я обалдею честно я смеюсь мне такое хорошее настроение с этих болванов 6 процентов стало которые расстроились это еще не факт что они продавать будут они просто говорят да тяжело и вот увеличилась там статистику дают там большая статья вот в общем все понятно да пошутили а теперь же я приехал в пекере подъезжаю ну я на машине флаги украинские все как положено значит машины стоят а я все время вы свите я все время разговариваю я все время лезу задаю вопросы ну у меня такой образ жизни я всегда жил вот и и начали подъехал стоит 4 машины ну понятно да пекере они тортики делают там пирожные все дела дальше я там стоял жену ждал она зашла там и минут через пять грубо говоря 5-6 минут она там уже вышла я смотрю стоят машины жижи тяжелая кушает тортики машины детки бегают зашел в этот магазин я в этом вы поняли я их знаю они меня знают я разговариваю я им говорю привет привет значит короче я там был 5-6-7 минут за это время 7 машин подъехала которые там что-то покупали бизнес бизнес кто тебе мешает такой бизнес открыть что ты сопли жуешь иди добивайся а не ной канада плохая части для расскажу восемь причин не надо рассказывать восемь причин иди занимайся делом вот я к ним подошел это у нас житей торонто я говорю как там привет у них есть delivery все дела у них там шикарный выбор ира купила тортик 24 доллара нормальный там вкусненький сюда пару пирожных взяла короче 30 долларов мы пенсионеры приехали и купили абсолютно нормально никаких проблем потом еще назад вот я же говорю мороженое еще там 10-15 долларов две банки все все дела сейчас она придет поедем домой вот я что хочу сказать за вот это время что я стоял пять минут семь минут порядка семи-восьми машин люди приехали покупали сколько денег торт стоит 20-30 долларов я спрашиваю яра как у вас с людьми она это нормально что я говорю у меня есть парень с украины приехал чудак говорит что он классный повар говорит я не знаю но вроде так нормальный вменяемый хлопец она говорит ну я понимаю о чем ты говоришь скажи ему пускай подъедет она ничего не обещает она ничего не дает она ничего не говорит она просто говорит понимаю ну давай поговорим но если он не лох придет поговорить покажет ну день поработает там покрутит поверьте она скажет ну да даст ему 30 долларов ну вот и все для этого что-то мозги они ролики писать ну ей богу да я смеюсь пишут на проливали жить нельзя поеду там куда-то едьте вперед флаг в руки самолеты летают каждый день едьте летите а потом звонят через три-четыре миссари твой хвоста назад нормально я нет назад нельзя короче хотел до строения поднять чуть-чуть не знаю как получилось или нет чуть-чуть три минутки все пока бой сию глори чуркой а а а а а а а а